Всем большой привет, девочки! Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube в новое видео. Добро пожаловать! Сегодня, как вы знаете из названия, у меня для вас ролик с образами. И они настолько классные, и уже по настроению прям весенние, но при этом их можно начинать носить уже сейчас, потому что я подобрала хорошую верхнюю одежду, и вообще многослойность наша все. В общем, с весенним настроением собираем такие ранне-весенние образы. Вообще февраль настолько короткий месяц, несмотря на то, что в этом году он на целый день больше, все равно он морально, мне кажется, для всех очень короткий, быстро пролетает, целых два праздника в нем, с одним из которых уже я вас, наверное, могу с наступающим поздравить. В общем, весна на носу, давайте собирать лучки! Да, доча! И первый образ, который я хочу с вами посмотреть, я когда собирала луки для этого видео, это, наверное, был один из тех образов, но вы меня знаете, я всегда, если я показываю вам образ, это значит, что мне он нравится от и до. Это к вопросу, да, о том, что блогеры, может быть, показывают только рекламные вещи. Девочки, такой важный дисклеймер, прежде чем мы, как говорится, продолжим. Даже если я сотрудничаю с брендом, или я покупаю что-то сама себе просто, ни с кем не сотрудничая, вы никогда не увидите на моем канале те вещи, которые я бы, неважно, подарят мне их или я сама куплю, не стала бы носить сама. Понимаете мою мысль? То есть, если я вам что-то советую, если я что-то показываю на своем канале, это значит, что я как бы подписываюсь под этой вещью, что она качественная, стильная, актуальная, стоит ваших денег или моих денег, нашей с вами покупки и так далее. Если вы слышите какие-то шорохи за кадром, или, возможно, будут какие-то звуки, потому что я, как и всегда, снимаю в своей команде с моей маленькой ассистенткой. Да, котик вы сладенький, и ты моя девочка. В общем, возвращаясь к важной этой теме, которая кого-то, я знаю, что тревожит, я никогда не показываю вещь просто потому, что мне предложили сделать рекламу этой вещи. Мне просто это не нужно, понимаете? У меня нет необходимости рекламировать, что попало, лишь бы, как говорится, заработать денег. И для меня показателем того, что мое мнение ценно для вас, и действительно то, что я показываю вам подходит, являются отзывы, которые я регулярно получаю. Я их скриню, я не знаю, найду я или нет, потому что это часто очень происходит. Что-то, может быть, скриню, что-то остается где-то у меня в памяти. Ваши отзывы, ваши сообщения, когда вы мне пишете, что ваш гардероб состоит уже там на 50%, на 80% из тех вещей, которые я показываю у себя на канале. Для меня это просто высшая благодарность и высшая оценка моей работы, наверное. В общем, начну я с образа, что я пыталась сказать. Очень много мыслей, как видите, которые я мне не терпелась вам показать. Потому что это будет новая коллекция Nice One. Она просто шикарная, девочки. И будет пополняться модельный ряд. Поэтому смотрите, ловите. Но вот то, что я сейчас покажу, если вам понравится, заказывайте сразу. У меня есть моя скидка, тоже сразу скажу. Мой промокод личный, который действует на новую коллекцию. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. А есть магазины онлайн, естественно. И в оффлайн-магазинах Nice One мой промокод тоже действует. Собственно, что нужно брать? Потому что, поверьте, этого не будет в наличии очень скоро. Это костюм брючный. Вот в таком вот. Здесь у нас брюки. И, соответственно, жакет. В шикарном, персиково-розовом, пудровом цвете. Называйте, как хотите. Нереально красивый оттенок. Изумительная ткань. Фактурная. Я в восторге от ткани. Она достаточно плотная, чтобы носить, собственно говоря, сейчас. Но вам не жарко будет в них и весной. И таким не жарким, умеренным летним днем. Просто роскошные брюки. Единственное. Я взяла размер М у брюк. Но мне кажется, я погорячилась. И они мне чуть-чуть свободные. Все-таки. Поэтому, наверное, перезакажу С. Я ж тут худею. Кто смотрит мои влоги, вы знаете. После родов возвращаю свою форму. Занимаюсь спортом. Исключила сахар и так далее. Об этом во всем я рассказываю во влогах. Тоже рекомендую их смотреть. Там много интересного. В общем, брюки и так свободные. И мне, наверное, уже у Nice One, как и раньше, становится нужен размер С. Чему я очень рада. Да, моя сладкая? Ну, они очень красивые. И вот этот цвет, девочки, это цвет сезона весна-лето 24. Совсем скоро. Ну, как скоро? Наверное, в марте, давайте так. На моем канале появится видео о трендах. Как и всегда, тренды одежды, тренды аксессуаров мы с вами разберем. Но заранее уже могу сказать, что вот такой вот пыльно-персиковый, какой-то пыльно-лососевый цвет, это цвет сезона. Поэтому бегите за этим костюмом. Просто потрясающе. Брюки М, а жакет, несмотря на то, что он такой довольно свободный, вы сейчас увидите его на мне, собственно, в примерке, он в эске. Но при этом он такой оверсайзный. Ну, у Nice One у них всегда такая посадка у жакетов. Они делают хороший такой свободный оверсайз. Поэтому я всегда их жакеты называю пиджаками. Потому что жакет это все-таки более женская такая должна быть посадка или кала. А это прям хороший пиджак. Цвет просто космос. И еще одна новинка у Nice One, которой я дополняю этот роскошный, пыльный, персиковый цвет. Это лонгслив. Вы очень видите, какая она легкая, мягкая, струящаяся вискоза. Я заказала себе в сером цвете. Просто потрясающий лонгслив. Это тоже тренд. Причем один из трендов это носить их по два. Например, взять серый такой размерчиком побольше. Вот у меня он как раз М, чтобы свободно сидел. И под него надеть белый. И чтобы чуть-чуть воротничок здесь был виден, снизу можно выправить беленький. В общем, создаем многослойность из таких, казалось бы, не сильно-то многослойных вещей. Но тем не менее. В общем, я взяла его сюда, потому что это очень красивое сочетание. Оттенки серого с оттенками розового я обожаю. И вместе это смотрится просто топ. Но этим я не ограничилась. И еще один вариант, с чем я предлагаю стилизовать вот этот пиджак. У меня такой не один я вам образ сразу покажу, а два получается. Это мы берем его, пыльно-розовый. Вниз надеваем простую белую футболку. У Найсуан их тоже много. И вот эту серую юбку мини. А силуэты с запахом, с карманом в стиле карго. Я вам ее уже показывала в одном из прошлых видео, где показывала коллекцию Найсуан. То есть, в зависимости от того, какой лук вы хотите создать, более женственный с мини-юбкой или более расслабленной такой, маскулинная женственность с брюками, можно собрать любой вариант из новинок у Найсуан. И образ с мини-юбкой я еще предлагаю нам с вами добавить. У Найсуан появились классные носочки. Вот такие высокие гольфики. Здесь идет шерсть 50% в составе. Кстати, есть даже кашемир 5%. Они, в общем, тепленькие, стильнючие. И если вы, например, надеваете белую футболку и сверху жакет, то можно белые взять гольфы. Но если белые не хочется, точно так же круто будут и серые смотреться. Даже если белая футболка у нас остается, например, а не серый лонгслив. С лоферами и более грубыми, и более аккуратными. Да, дотенька. С туфельками, например, Мэри Джейн с такими перемычками вокруг лодыжки смотрится очень круто. Даже с сандалями а-ля рыбацкими, деда, но это уже на теплый сезон, тоже будет смотреться классно. И, конечно, верхняя одежда. Собственно, здесь я предложу вам как раз-таки два варианта верхней одежды, которые можно носить либо сейчас, когда еще все-таки зима, хоть и солнце уже весеннее, и потом весной, когда потеплеет. Первое. На холода. Я заказала себе показать вам, примерить самой в Only Me, моем любимом, лучшем. Я каждый раз это говорю, это абсолютно мои искренние слова. Если что, если кого-то это интересует, потому что я сама ношу их шубы, эко-шубы. Это лучший магазин, собственно, эко-шуб, что я хотела сказать. У них появилось несколько новых моделей, я, конечно, не удержалась. Мне сразу надо, надо вам показать, рассказать. Да! Тебе тоже нравится? Ой, ты сладкая. Ой, ты девочка. Да, да. Прямо под цвет твоих глаз, мое счастье. В общем, у Only появилась шубка пальтово-такое укороченное, красивого серого цвета, которая идеально впишется, так, чуть-чуть передвинусь, в наш лук. Она, видите, такого немножко серо-синего даже, если сравнить с моим вот этим вот таким жакетом-бомбером. Она темно-графитово-серая, чуть-чуть как будто синевой. Все зависит от освещения. Но с этим образом она смотрится идеально. Такая шубка-жакет или шубка-укороченное пальто с очень широким отложным воротником. Прям класс! Свободный, широкий, не зауженный. Ку-ку! Рукав! В общем, мне очень нравится. И такой, знаете, короткий стриженный мех. Смотрится прям собрано, аккуратно. Ммм, красота! И в Only у меня тоже есть мой промокод. Вот здесь вот вы его видите. Я в инфобоксе вам все еще обязательно оставлю. И ссылки на вещи, и информацию о промокодах, какие они, сколько там, если ограничены. Но у меня, по-моему, не ограничены по действию ни один из промокодов. В общем, пользуйтесь. Это очень приятная скидка на шубу, которую вы будете носить в ни один сезон. Я свою первую шубу от Only ношу уже два года, по-моему. Время так бежит, что я могу запутаться. Но я точно вторую зиму носила. Ну да, получается, два-два года, видимо. Вот этой зимой вторая зима у нее была. У моей белой такой суперобъемной шубок. И на весну к нашему пудрово-серому лучку я предлагаю взять вот такое. Ай, не падай, пожалуйста. Вот такое вот пальто-жакет из новой коллекции Nice One. Оно очень крутое. Очень сильно мне нравится. Причем это, опять же, у меня размер S. И оно вот такое вот свободное. Имейте в виду красивый серый цвет. Нет, он уже прям просто серый, не сильно темный, без синевы. Очень красиво. Он и с джинсами. Он, оно, он жакет. Оно пальто, пальто-жакет. Будет смотреться круто. И с какими-то платьями трикотажными, и с брюками, естественно. Я вам это покажу. И с юбкой тоже посмотрим. В общем, прям one love. Мне очень-очень нравится. Сильно рекомендую. Здесь у нас, не помню, процент шерсти в составе. Хотите, я найду. Сейчас, подождите тогда. 30% шерсти у него в составе, но весну этого вполне достаточно. Это именно пальто-жакет. Оно, во-первых, свободное. Во-вторых, оно достаточно открытое здесь. То есть, это, знаете, ну вот, наверное, на апрель я бы носила. И если холодный май, то тоже. Потом сентябрь, октябрь. В общем, кайф. Давайте посмотрим все это на мне и двинемся дальше. Девочки, в этот раз я решила сделать примерку с комментариями, если у меня получится это сделать. Значит, собственно, вот так сидит на мне костюм. Как вы видите, пиджак в размере S более чем свободно сидит. А брюки мне сильно большие. Мои параметры есть в инфобоксе обновленные. Но они, не знаю, сильно ли изменились. Я давно по параметрам не измеряла себя. Но по килограммам от, например, января-декабря я похудела на килограмм 700 сейчас. Поэтому M мне очень большой. Я утянула брюки поясом, ремнем, чтобы они на мне держались как нужно. Но они мне прям большие. А вот пиджак классно сидит, так, как я люблю. Очень мне нравятся. Брюки длинные, девочки. Кто высокий, берите на заметку. У меня сейчас огромная шпилька, и они мне все равно достаточно длинные. Но если вы невысокая, всегда можно большить. И лонгслив, собственно, тоже здесь классно смотрится. А теперь верхняя одежда. И вот на мне пальто. Мне нравится, что они четко, просто миллиметр в миллиметр с пиджаком по длине совпадают. Поэтому вы можете поместиться с пиджаком под это пальто. Но очень красивое. Здесь зеркало сбоку, я на себя подглядываю. И сочетание цветов, конечно, просто волшебное. На весну пальто шикарное. Пальто-жакет с джинсами, повторюсь, тоже будет здорово смотреться. И вот так этот пиджак смотрится с мимьюбочкой. Юбка на мне в размере S, к слову. И села она прям так, как нужно. И носочки тут же сюда добавила. В сером цвете захотела. Стилизовала их с лодочками, с лимбеками. В маленьком кабучке. Тут у меня детская игрушка на фоне может немножко звенеть. И сейчас, кстати, еще покажу, собственно, с укороченной шубкой. Пусть вас не смущают голые ноги, просто посмотрим сочетание пиджака и шубы. Так, девочки, придется немножко переиграть. Покажу вам шубу вместе с брюками, потому что пиджак очень длинный. И он выглядывал из-под этой шубки. Но брюки здесь, конечно, может быть у вас не футболка, как у меня. Потому что шуба, может быть, все-таки, значит, на улице холодно. Надевайте молочный какой-нибудь джемпер или свитер с воротом высоким. Горлом таким с отворотом будет красиво смотреться. Но цветовое сочетание просто потрясающе. Я очень надеюсь, что камера телефона будет передавать цвета коррекционно. Но вживую это смотрится очень красиво. Вот так вот. Красивый мех, приятненький. Поближе тоже вам его покажу. Покажу. Это игрушка дочкина играет. Такой вот он прям шелковистый. Мне очень нравится. Продолжаем с вами разговор. И следующий образ, который я вам покажу. Я решила, собственно, показать и рассказать то, что на мне надето. Потому что как обычно. Ну, необычно, но чаще всего. Это тоже часть из новинок, о которых мне хочется вам рассказать. Это совершенно шикарный бомбер. Вам сейчас не видно. Он такой вот укороченный. Не длинный, в общем. На резинке снизу. Из новой коллекции Тотти. Он есть в двух цветах, по-моему. Только я совершенно забыла, какой был второй. Но он тоже был какой-то классный. В общем, я вам оставлю ссылку. Посмотрите. Я заказала себе. Да. Вот в таких вот оттенках, знаете, денима. Потому что здесь у нас есть черный. Ну, практически черный. Очень-очень темный. Ну, давайте черным его назовем. Молочный в нескольких оттенках. И как раз вот такой вот небесно-голубой, светлый-светлый. И все это вместе создает реально оттенок джинсы, скажем так. Да, моя сладкая? И этот бомбер будет просто шикарно смотреться с простой белой базовой футболкой внизу. Либо можно майку, если совсем жарко. Это уже прямо на весну такая история. Его, конечно, можно надеть под какую-нибудь шубу или очень свободное пальто. Но, конечно, хочется выгуливать такую вещь самостоятельно. А, и еще, девочки, здесь обалденные пуговицы. Сам бомбер из букле. То есть такая более рыхлая, более объемная ткань букле. А пуговки обтянуты твидовой тканью. Твид более плотный у нас всегда. И по краешку, я вам сниму их близко обязательно. Это очень красиво. У них идет такая из состаренного золота цепь. Детали это наше все. Собственно, круто будет смотреться с джинсами. И поэтому я вам покажу очень классные джинсы из Тотти. Которые сидят просто бомбически. Расслабленно. Очень актуально. Стильно, модно, молодежно, как угодно. Просто прекрасные джинсы. Чего моя сляткая? У бренда просто прекрасная джинса. Она плотная, но не дубовая. Пластичная. В них удобно сидеть. Потому что, знаете, иногда бывают джинсы вроде как круто, качественные, плотные джинсы. Но она настолько твердая, что потом, когда ты садишься у тебя вот здесь, вот в паховой области, где собираются заломы или под коленями, такой массив ткани твердые, что просто неудобно. Вот эти плотные, хорошо носятся, не вытягиваются, и при этом в них удобно жить, существовать. Но отдельная моя любовь – это крой. У Тотти довольно много моделей. Посмотрите, там есть и другие посадки, более там зауженные какие-то варианты и так далее. Но мне очень нравится вот этот расслабленный. И они, конечно, будут круто сочетаться с вот этим бомбером, который на мне. Либо, как вариант, если у нас бомбер остается на весну, на апрель, человеку тоже нравится бомбер, то сейчас, пока холодно, мы можем выбрать более тепленький вариант. А именно, я заказала вот такой вот крутой бомбер у Only Me. Вот такой вот он комбинированный. Вот, знаете, барашка как будто по основной своей массе. Со вставками по боковым таким внутренним сторонам из эко-кожи таупового, пыльного, такого сложного цвета. Его не опишешь точно там серый, он бежевый, где-то посередине. И, соответственно, вот это горлышко, как у бомбера, и нижняя резинка тоже выполнены из этой же мягкой, красивой эко-кожи. На самом деле, если вы смотрите меня хотя бы с осени, а лучше с лета, а лучше еще дольше, ну да не важно, то вы видели уже у меня в образах этот бомбер и здесь на YouTube, и у меня в Instagram, ссылка на который есть в инфобоксе. Подписывайтесь, там много всего классного, интересного. Также у меня есть Telegram-канал, на него тоже есть ссылка в инфобоксе. Если вы пользуетесь Telegram, то давайте дружить там. Стихи. В общем, я что хотела сказать, я вам показывала с этим бомбером лук, когда я еще была в положении, когда вот этот маленький человечек, которому уже 4 месяца сидел еще в животике, да, наверное, месяца на 9 как раз-таки я показывала образы, потому что это был уже, ну если я правильно помню, все-таки это был уже сентябрь. Вот, и сейчас стилизую его уже, собственно, с дочкой на руках, можно сказать. Давайте посмотрим два варианта этих, и с более теплым бомбером. Какой же классный мех, я просто фанат. Искренний, абсолютно честный фанат шуб Only Me. У них потрясающий мех. Трогаешь, и вот не верится иногда. Я рассказывала в каком-то из видео, уже не помню, влог это был, или видео с образами, что я встречалась с подругами, и была в шубе от Only, которая из такого меха. По-моему, это песец. Или норка. Слушайте, забыла. Очень пушистая, мягкая. Короче, встречалась с подружками, и мы обнимались, и они говорят, какая мягкая шуба. Я говорю, да, это искусственный мех. Ах, и девчонки говорят, не может быть, она настолько мягкая. В общем, давайте посмотрим лучки. Более теплый, более весенний. И покажу вам следующий. Собственно, вот так вот бомбер выглядит в полный рост. Мне он очень-очень нравится. Так круто сочетание супер, знаете, такого классического, благородного буклея, либо это мог бы быть более легкий твит, и абсолютно современные, молодежные, даже части спортивного кроя бомбера. Очень круто смотрится, хорошо так, ой, это моя футболка, хорошо так заканчивается прям на талии. И, собственно говоря, джинсы. Вот такие вот они в полный рост. Очень классная модель. Она, знаете, они прямые от бедра сначала идут, а потом, ну, как будто немножко бананы. Мне кажется, должно быть видно посадку, при этом на талию. И у меня размер М. Это я точно помню. У Тоти, как я уже вам сказала, есть разные модели джинсов. Какие-то М, которые есть просто, у них с высокой посадкой, такие довольно прямые и узкие. На меня не сели, по крайней мере, в январе. Кажется, это было в январе, да. Они на меня не сели, а вот эти в М просто идеально. Я думаю, что я их оставлю себе. Они очень классные. И длина крутая, у нас каблуком здорово. Но и с кедами тоже будет круто. Они просто снизу будут гармошек собираться, но меня это не смущает. Такая модель это подразумевает. Собственно, я решила показать вам, как будут смотреться джинсы с кедами, примерив их с бомбером, который у нас вот на раннюю весну. Ой, какой же он мягкий, теплый, могу. Он мне как тогда в сентябре полюбился и понравился, и уютненький. Так и сейчас я от него в восторге. Получился сразу такой более расслабленный лук. Еще более расслабленный, чем с твидовым, не твидовым, чем с букле, с нашим бомбером. Ну и плюс там все-таки был каблук, а здесь кеды. Это Adidas самбо на мне, если что. И вот этот прекрасный бомбер Only Me. Парашек чудесненький. У него кальманы есть. И он, конечно, как вы видите, уже удлиненный. Опять же тоже пока холодно, чтобы все было закрыто, чтобы оперечь свое здоровье. Да, мой кошечек? Давай ножки тебе закроем. Давай ножки тебе закроем. А то носки ты скинула, девица. Ты девицу свою приодела. Готова дальше рассказывать вам про образы. Еще один лук, который я вам подготовила из новинок у Nice One в этот раз. Это вот такие вот брюки. Это другая модель, если что. Не такая же, как у пыль на вот этих персиковых. Это брюки на резинке. Обожаю брюки на резинке. При этом они здесь имеют имитацию гульфика. Очень смешное слово, но какое есть. Выполнены они в таком цвете. Я бы назвала его, как будто сейчас высветляет немножко камера. Какао, наверное, все-таки. Но для какао он прохладный. То есть такой оттенок... Даже не знаю. Он очень красивый, интересный, сложный. То есть просто коричневым я не могу назвать эти брюки. Хотя, наверное, формально они так называются. Ну, кофейный. Ну, в целом, да, хорошо. Пусть будет кофейный. Они широкие. Еще более широкие, чем были наши пыльно-персиковые. И очень красиво струятся и садятся по фигуре расслабленно. И вот эту модель я заказала в S. А вот почему я заказала вот эти, ну, не коралловые, а не персиковые в M. Но они, видите, эти на резинке. И здесь я как-то спокойнее, что они на мне сядут хорошо. Плюс они шире сами по себе. А те я побоялась, что, наверное, они сядут. И решила взять с запасом. И к этим брюкам я добавляю вот такой вот джемпер. Это новая модель у Nice One. У них не было никогда такой вязки. Подсниму вам ее ближе, потому что на словах я ее не опишу. Наверняка, девочки, если вы вяжете, у этого есть какое-то специальное название. У такого узора, как вот есть косы, а есть вот такой узор. Он напоминает мне, ну, как соты, что ли, отчасти. И очень красивый, не белый, видите, но и не прям желтый, а какой-то интересный такой сливочный цвет. То есть даже под мою холодную внешность, видите, он не желтит. Он просто смотрится мягче и не так ярко, как белый, но тоже очень хорошо и спокойно подходит. И тоже есть эта модель в разных цветах. По составу здесь у нас, по-моему, стопроцентный хлопок. Нет, 50% хлопка у него в составе. Такой вот он расслабленный, со спущенным плечом. Классно будет смотреться как самостоятельно, просто если уже тепло, так и поверх, допустим, белой рубашки. Достали воротничок, можно поднять рукава и тоже вытащить манжеты у рубашки. Будет смотреться хорошо. И в офис так можно пойти, и после работы куда-нибудь поужинать в красивом месте. Даже на выставку я бы так сходила. В общем, цвета мне очень нравятся, поэтому эти две вещи я собрала вместе. И вот этот образ я дополню уже такой, знаете, будет один вариант, теплый на сейчас. Это не показывала вам еще у себя на канале, они еще пока есть в наличии, поэтому успевайте, если вы мерзлячкой хотите утепляться. Вот такое вот. Конечно, сейчас будет не видно, покажу только кусочек. Очень красивое, пухлое, мягкое, как бы пальто, такой, знаете, пуховик-пальто, куртка-пальто. Это тоже Найсуан. И отдельная его фишка в том, что такой просто ажиотаж у человека, тебе нравится так сильно? Да ты моя сладкая, тебе нравится? Кто так ножками дрыгает? Да ты моя, ты поскакала куда-то. В общем, отдельная фишка этой вещи в том, что она двусторонняя девочке. Скажите мне, кому может быть лишней верхняя одежда дополнительная в холодный сезон, когда никому, когда этот сезон такой долгий. И если у тебя, ну, условно, одна там куртка или шуба, ты ее носишь совсем и устаешь от нее морально, физически, она от тебя тоже устает. В общем, очень классно, когда по цене одной вещи можно купить две. Собственно, с одной стороны будет вот такая очень классная, супер технологичная матовая бежевая ткань. Еще она приятнейшая на ощупь. У них из этой ткани в прошлом сезоне были потрясающие куртки-парки и весной были обалденные теплые жилетки. У меня есть в гардеробе и то, и другое. И куртку их, она не такая длинная, какая-то пальтовая. Сейчас увидите, она до земли мне практически. Их куртку из такой же ткани я носила всю прошлую зиму. То есть она реально теплая и непродуваемая. И с внутренней стороны, здесь кнопочки, с внутренней стороны, падает сразу, оно будет вот таким серым. Классно, классно. В общем, давайте посмотрим лучок, и у меня для вас еще два впереди. Вот так вот вещи смотрятся на уне, пока что без верхней одежды. Брюки в S сели и идеально, собственно, что и требовалось доказать. И эта модель на резинке садится комфортно и розовая. Ну, не розовая, а пульно-персиковая. Тоже в S мне теперь уже можно на излане. Помню, что в, соответственно, ноябре, декабре, до моей радости, в январе я только M-ку там брала и в нее влезала. И вот он джемпер. Покажу еще раз вам близко-близко вот так вот фактуру его. Интересную вязку, она достаточно объемная, как видите. И красивое очень сочетание оттенков. Я дополняю своей цепью в оттенке, этот с таком состарен на золотистом. Смотрится очень хорошо. Сейчас у меня лодочки и такая летняя. Ну, я и ношу круглый год сумка. Но, конечно, здесь у вас могут быть, например, какие-нибудь бежевые ботильоны или ботинки, допустим. Тоже будет смотреться классно. А теперь пальто наше. Вот такое оно длинное, девочки. Очень минималистичное, тоже в таком скандинавском, каком-нибудь шведском стиле к минимализму. Просто карманы, одна бортная застежка в один ряд и аккуратный воротничок. Абсолютно нетипичный для курток и пальто, такой как рубашечный. Рукава. Они длинные, то есть в целом вы можете их отвернуть, если вы очень высокая, с очень длинными руками. То можно отвернуть. Либо вот так вот носить подвернутыми, и это тоже красиво смотрится. Потому что в любом случае у вас будет сочетаться этот оттенок. Ну, я не знаю, зачем я взяла пояс. В общем, он будет хорошо смотреться с остальным, с основным для данного слоя цветом пальто. Пояс есть. Можно немножко так свою фигуру подсобрать. Сейчас я вам это продемонстрирую. Размер, если что, у меня М. Вот так вот. Если не хотите, наоборот, давать акценты на талии, то, соответственно, пояс можно просто убрать. Мне очень нравится вот эта вот сторона песочно-бежевая. И плюс это мой оттенок хороший, серый. Для меня даже, наверное, полоноват будет. Я бы вот эту сторону носила. Не раскрывайся, счастье моё. А то я не успеваю тебя укрывать. Окей? Are we good? Так, дальше. Два образа ещё я вам пообещала. Первый. Сразу давайте так скажу, чтобы досмотрели до конца. В конце будет образ супер женственный для торжественных выходов, вечерних, романтичных. Поэтому досматривайте. В общем, ты тоже в предвкушении, подруга моя. А лук, который я покажу сейчас, это очередное отражение меня и моего стиля, естественно. Потому что это лук с костюмом, который я нашла у Тотти. В этот раз, посмотрите, ну весна же уже просто. У них есть этот костюм вот в таком вот барби, можно сказать, розовом оттенке и в голубом. И это прям девочки лето. Это лёгкая ткань. При том, что здесь 24-25% шерсти, но эта костюмная шерсть, она не жаркая. Это всё-таки уже не зимняя история, а именно лёгкая воздушная летняя. И я дополню его просто белой футболкой. Белая футболка это must have. Это итог этого видео, мне кажется, один из. И это будет смотреться шикарно. И, кстати говоря, сейчас я вам показываю пиджак вот такой свободный. Это тоже размер S, тоже оверсайзик хорошенький вот такой. Я вам его покажу с брюками, именно костюмом. Красота. Давайте уберём бирку, чтобы она нам глаза не мозолила. Вот так вот посмотреть на этого пиджака. Никуда я её не уберу. А, кстати говоря, хороший вариант выбрать из двух условно-розовых костюмов. Хотя первый от Nice One, он, конечно, не розовый. Это очень грубо. Будет называть тот прекрасный сложный цвет розовым. Я к тому, что в этом видео есть костюмы для совершенно разных колоритов. Вот предыдущий от Nice One, он мне по оттенкам, по вот всем этим полутонам просто идеально подходит под внешность. Но я знаю, что вы у меня разные. И не только такой колорит, как у меня, у всех у вас. Вот этот оттенок розового шикарно будет брюнетком, девочки. Просто он так вас подсветит. Или очень ярким блондинком. Потому что я, несмотря на то, что как бы блондинка, но вы понимаете, что у меня очень мягкий природный такой оттенок. Спасибо большое моему колористу. А вот если вы прям блонд-блонд, то вам вот в таком розовом будет, ну, очень красиво. Да? Будет просто куколка Барби. Брюки роскошные. Лёгкие. Прямые. В меру широкие. Есть карманы. Защипы. Всё, как мы любим. Сейчас увидите на мне в полный рост. И, девочки, верхняя одежда. Наверх к этому лучку я заказала также в Тотте просто огненное пальто. Оно вот такое серое. По итогам, второй итог этого видео, я люблю серый цвет. У меня сейчас серое настроение, при том, что это не означает, что мне как-то грустно. Не всегда цвет настолько напрямую можно связывать с настроением. Чёрный, серый. Мне просто нравится. Вот и всё. В общем, роскошное пальто. В длине тоже макси. Ну, сейчас непонятно. Хотя, может, понятно. Оно очень длинное, да. Да, моя сладкая. И у него... Стой, моя птичка. У него... Ну, во-первых, это феноменальное качество. Оно плотное. Ткань держит форму. Оно практически не мнётся. То есть, мы не приехали по ссылке Тотте. Помните, я вам в прошлом видео, где у нас был Тотте, рассказывал, что у них, когда ты открываешь коробку, из неё очень приятно пахнет. Бренд Тотте. Я, наверное, им напишу, спрошу, что это за аромат. Я бы такой себе дома, наверное, поставила. Потому что это просто ради одного аромата хочется уже делать заказы там. В общем, оно практически было не помявшееся, как я сказала. И чем оно необычно? У него необработанные края. Не знаю, видно сейчас будет. Должно быть. Да, скажи, мама, куда ты? Кому ты отдаёшь пальто? Это вот рукав. Мне кажется, должно быть. Видно? Но я ещё вам подсниму. И, соответственно, точно так же идут у нас необработанные лацканы. И прям вот всё-всё-всё. В общем, борты, они как бы... Вы не подумайте, они прострочены. Просто срез сырой. Очень круто смотрится. Это такой, знаете, какой-то скандинавский, что ли, минимализм. Плюс оно мужского а-ля кроя. Это размер L, причём я специально взяла большой. И там осталось совсем немного пальто, имейте в виду. И вот в L-ке оно сидит на мне хорошо, прям по-мужски. Но при этом я в нём не утонула. В общем, пальто топ. Оно нереально крутое. И, естественно, оно внесезонное. Я бы даже сказала, вне трендов. Потому что, ну какая разница вообще, что там в трендах будет. Не знаю, какой-нибудь леопард, хоть из пайеток будет пальто в тренде. Серое пальто, строгое. С таким вот строгим плечом. Вы сможете носить всегда. Это, знаете, как вот есть пальто Максмара халат. А есть вот такие вот серые пальто строго мужского кроя. Они тоже актуальны всегда. Да-да-да. Так, девочки. Я немножко в образе Барби. Костюм просто обалденный. Он действительно очень лёгкий. На лето просто прекраснейший. Здесь, по-моему, я говорила, да? Я столько говорю, что я могу сама забыть. Жакеты у меня в размере S. А брюки на мне в размере M. И они сели вот прям, вот прям как будто их шили на меня. Реально. Очень хорошо. На такой высокой талии, как видите. Очень так аккуратненько. Прям прекрасно абсолютно. Я их стилизую, как я уже говорила, с футболкой. Захотелось её поднять, чтобы, во-первых, показать вам посадку брюк. Ну и, во-вторых, всё-таки летом, может быть, и правда будете носить или с бралетом, или с кроп-топом, или с укороченной футболкой. Будет смотреться классно. Очень мне нравится. Такие светлые аксессуары сюда просятся сразу же. Прям весна-весна. И, девочки, с этими брюками покажу вам пальто. Ну, конечно, роскошное. Оно просто потрясающе. Сидит просто на миллион долларов. Смотрите, это великолепно. И я ещё раз отдельно замечу, что это размер L. На мне, представляете, L? Но оно вообще не выглядит даже как какой-то гипер-оверсайз. И я показываю его без пиджака, без жакета внизу, потому что, ну, здесь подплечники и там он не поместился. Я попробовала примерить. Не вариант, учитывая, что это L. Третий раз повторю. Пальто просто бомба. Его можно носить на какой-то свитер не суперобъёмной вязки. Естественно, рубашки, футболки, водолазки тонкие. Это всё, да. Может быть, какие-то лёгкие тонкие кардиганы. Ну, либо платье трикотажное. Тоже будет красиво смотреться. Просто роскошное пальто. Карманы у него тоже есть. И давайте ещё вот так вот покажу в застёгнутом варианте. Очень красивые вот эти необработанные края. Так вот можно их видеть. Очень красиво. Как вам? Ну, а теперь девочки. Как и обещала, покажу вам супер женственный, красивый образ, который будет уместен на торжестве. Да, на каком-то празднике, на свидании, в театре, в каком-то красивом, элегантном ресторане. В общем, я просто в восторге. Я заказала. Это тоже новинки. Это вот первая вещь, которую я сейчас покажу. Это было первое, что я увидела, когда зашла на сайт Тотти, посмотреть, что там есть. И сразу в корзину, потому что, ну, просто. Это вот такой вот укороченный кардиган. Знаете, немножко напоминает стиль Шанель, но лишь тем, что есть кант по краю. И всё на самом деле. Потому что это не твит. Это очень плотный, вязанный такой трикотаж. Ну, трикотаж нам всегда вязанный. В общем, это очень плотный, тёплый трикотаж. И здесь у нас нет ни карманов, ничего. Просто вот такой минимализм. Интересным этот кардиган. Глаза не сводят с него. Делает, естественно, кант. И вот эти необычные застёжки, которые напоминают немножко, наверное, морскую даже тематику. Пудовки в цвете состаренного золота. Вот такие вот здесь. Очень красивые. И, конечно, в идеале, девочки, такую модель, видите, здесь свободным. Остаётся место стыка. Он не застёгивается прямо, ну вот наглухо вот так не запахнуть его. То есть здесь будет видна тело. Здесь будет видна кожа. И либо надевать какое-то боди, может быть, под него, допустим, чёрного цвета. Либо не надевать ничего. И если вам некомфортно без белья, там, физически, допустим, что такая ткань довольно тёплая будет вызывать дискомфорт. Или морально так тоже бывает. Есть специальные такие наклейки на грудь, которые... Ну, то есть вы условно приклеите чашечки к себе. Они на силиконовой основе будут продаются везде. И на маркетплейсах они есть, и в магазинах типа Интимиссими, которые работают, есть. Инканто, вот это вот всё. В общем, бельевые магазины, посмотрите. И вы просто приклеите на грудь вот эти чашки, и вам будет комфортно. И при этом сохранится вот эта красота. Я вам говорю, это вечерний выход. И, да, мы уже сейчас, по-моему, потеряем терпение. Ты тоже хочешь носить такое, да, сладкая моя, ты куколка? Дополняем мы, в общем, этот шикарный кардиган, да, доченька, юбкой в бельевом стиле. Вам её сейчас не видно. Это юбка в длине Макси, чёрного цвета, из такого плотного сатинового материала, который будет хорошо сидеть. Важно, надеваем под эти юбки всегда бесшовное бельё. Под эту, в принципе, неважно, какого цвета, но под любые светлые, телесные, исключительно, не белая. И вот такая вот красота у нас получится. Если это более тёплый сезон, или вы будете только в помещении, то можно туфли, начиная от лодочек на шпильке, заканчивая туфельками на Китон Хилл в маленьком каблучке. А если холодно, то высокие сапоги. Но лучше женственные, на каблучке тоже, с заострённым каким-то мысом. Почему, сладенькая? Хочет убежать куда-то. Дё, будет очень красиво. И дополняю я этот лук. Здесь у нас тоже будет с вами два варианта. Да, моя девочка. И мне интересно, за какой будете вы. Те, кто досматривает до конца, это всегда самая лояльная аудитория, поэтому ваше мнение мне особенно интересно. Первый вариант. По верхней одежде. Это будет совершенно удивительно. Опять же, пиджак, пальто. Это сейчас большой тренд, уже второй сезон. Да, вот такое вот воздушное облачко. Не знаю, видно вам или нет, что оно из очень-очень пушистой такой шерстяной ткани. Это тоже Тотти. То есть это будет такой тотал лук вариант у нас Тотти. И по цветам эти вещи прекрасно подходят друг к другу. И по фактурам, что всё такое плотное, тёплое. Ну и в целом, вот это вот, конечно, пальто-жакет будет замечательно сочетаться и с костюмами, с брючными, с костюмной группой, и с джинсами какими-то тоже. Это будет очень красиво смотреться. Но отдельный восторг. Это материал, из которого оно изготовлено. Очень оно интересное. Такое мягкое-мягкое, как барашек. И второй вариант. К этому же луку я предлагаю посмотреть вот такое вот шубку-пальто. Шубку-жакет от ONLY. И это другая модель, видите, это не бомбер. Это именно такая, как, знаете, шубка-рубашка даже. Что ли её назвать хочется. Укороченная, со скруглёнными бортами вот такими вот. Но при этом на конец зимы, на весну идеально. То есть она не такая объёмная, не такая длинная, как шубы, которую мы с вами смотрели. И носим, носили зимой. Но вот на конец зимы, на весну, это прям то, что нужно. Здесь у нас тоже есть пуговки на манжетах. И тоже будет классно сочетаться по цветам. В общем, обе вещи верхние замечательные. Но они разные. Там у нас всё-таки был жакет с лацканами, с вот этими накладными карманами. Плюс листочкой имитирующий кармашек для платочка. А здесь такая больше шубка-рубашка, шубка-пальто. Не знаю, как она назвать. Ну, в общем, вы меня поняли, я думаю. Давайте посмотрим образ и с одной, и с другой верхней одеждой оба варианта. И повторюсь, мне будет очень интересно почитать, что вам понравится к этому кардигану и юбке больше. Ну, и вот он наш финальный лук с примеркой. Единственное, мне кажется, что юбка у меня в размере М. У меня она большевата. Смотрите, как низко она упала. Хочется, чтобы она была в такой же длине. Прям максимум. Ультрамакси, видите, до пола. Но сидела бы чуть повыше за счет того, что она была бы меньше. С, соответственно. Она бы села теснее. И мне кажется, длина все равно должна была бы остаться максимально. Почему-то я себе так это вижу у себя в фантазиях, в своей голове. Кардиган смотрится вот так. Он укороченный прям до талии. Аккуратненький вот такой вот. Здорово. Тут, в принципе, окей они выглядят. Но иногда появляется полоска живота. Хочется, чтобы вот прям стыковались. Буквально пару сантиметров наверх мне не хватает. И смотрится, ну, очень красиво. Просто невероятно. Причем вот этот кант на кардигане, он, фигмое сладкое, кажется то темно-темно-синим, то черным. Я сама до конца не знаю, даже глядя на него вживую, при разном свете он как будто играет по-разному. Ну, вот с черной юбкой прям черно смотрится. Да. И теперь наши варианты верхней одежды. Вот этот у нас пиджак от Тотти. Собственно, тот улуп Тотти сейчас смотрим. Такое оно теплое и мягкое. Даже вот сейчас, когда, ну, не в минус 12, естественно, да, смеется. Но где-то, когда уже около нуля, когда обычное пальто очень холодно, мне кажется, вот в этом уже будет нормально. Потому что оно прям очень плотное, очень теплое. Конечно, не на 20 минут гулять. Но дойти куда-то вот так даже на мероприятие будет очень красиво. И весной можно в нем будет гулять вот целый день. И давайте посмотрим вот это вот. Это у вас так восторги, моя девочка, да? А вот эту куртку... Ой, какая она классная. Куртка-рубашка от Only Me. Очень нравится она мне. Прям очень максимально универсальная. И с вечеркой, как вы видите, будет красиво смотреться. И с теми же джинсами, с джоггерами даже совсем. Почки так складывают. Ты моя лапушка. В общем, классная. Я, кстати, по-моему, не сказала в видео. У меня вся верхняя одежда Only Me в размере М. Всегда. Вне зависимости от модели. Вне зависимости от меха. Дима, лапа, ты тоже хочешь шобу такую? Ты глад. Господи, ты убежишь, мне кажется, скоро уже. Четыре месяца интересные дети умеют бедать. Моя помощь убирается. В общем, классная рубашка. Сзади удлиненная, что тоже большой плюс. И вообще оригинальная модель. Я такую не видела нигде. Нравится. Так что не забудьте написать, за какой из вариантов вы. За вот этот или за пальто-пиджак. А еще, девочки, напишите, как вам вот такая примерка. Потому что до этого, как вы знаете, я... Все это время у нас были примерки просто под музыку. Где я вот так красиво вам вкрутилась, приседала. И все. А если я буду вот так их комментировать, мне кажется, так живее получается. Как будто как раз у нас с вами шоппинг-лоу. Когда я надела вещи, вот рассказываю о том, как она сидит, как она ощущается, что там с размерами. Мне так очень понравилось с вами болтать. У меня всегда будет звуковое сопровождение. Это надо понимать. Да. Но если вам нравится, мы будем стараться. Напишите. Ну что, девочки, на сегодня это все, что я для вас собрала. Мне очень нравятся все образы. Если бы у меня был резиновый гардероб, или очень большая гардеробная, которую я, как и все, наверное, девочки мечтаю, и надеюсь, когда-нибудь она будет, я бы оставила все. Все вещи себе, верхнюю одежду всю, потому что мне все это очень нравится. Но, к сожалению, мой гардероб не резиновый. И давайте сделаем еще один с вами интерактив. Если бы вы могли оставить себе, вот как, допустим, большинство, наверное, из нас, ну что-то одно это сильно жестоко, две вещи, две, давайте, для вас, не для меня. Вот пофантазируйте и напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать, что вы бы оставили из того, что я сегодня вам показала, для себя. Вот у вас есть возможность, любые две вещи, хоть это будет пальдо, хоть просто лонгслив, носочки, неважно, пиджак, пожалуйста, напишите в комментариях, что бы вы выбрали для себя, две вещи из того, что я вам сегодня показала. У меня на этом все, и у моих прекрасных детей тоже. Я желаю вам отличного настроения, весеннего, несмотря на погоду, потому что, конечно, еще будет идти снег, конечно, еще будут морозы. Главное, чтобы внутри у нас уже все расцветало, распускалось, и тогда и морозы эти мы с вами легче проживем и переживем. Увидимся с вами совсем скоро в новых видео, будет много лычков, весна приближается, поэтому настроение собирать классные образы. Будут влоги, естественно, вот с этими участниками. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. Пока!